Всем привет, ребята! Чё, как дела? Вторник. Тень оказался более бодрым. Время пролетело более быстро, к сожалению. Пообщался сегодня с ребятами. Пригласили в один интересный проект. У них там два человека пока работает. В продаже. Блин, вообще непонятно. Чего они продают, как продают. Какая мотивация. Какие планы. Блин, вообще продажа интересная штука. Многим людям интересна вообще продажа. Мне кажется, сейчас всякие чат-боты начинаются. После чат-ботов. Всякие мессенджеры, искусственные интеллекты. Все люди, которые работают, наверное, в продажах, скорее всего, мне кажется, что они изживут себя. Даже большие магазины типа МВидео, еще что-то в Амазоне есть. Магазин без людей, например. В Европе у нас пока такое еще не распространено. Но мне кажется, где-то может быть в Москве какую-то сделать инновацию. То же самое техника и так далее. Научатся, конечно, везде тырить. Ну, мне кажется, люди, которые звонят, там колл-центры, еще что-то им надо учиться всем продажам. Кто что вообще скажет? Интересна ли тема продаж? Некоторые уже к менеджерам относятся так негативно, что, ну, менеджеры-менеджеры. В паре у тебя, да? Но есть компании, которые нормально продают, а есть компании, которые просто очки надо и даже не предлагают купить. Поэтому, мне кажется, продажа очень важная штука, если ты умеешь хорошо продавать, выключу свет. Вот. Так темно, будто какую-то инсайдерскую информацию говорю. Знаете, как человек с закрытыми глазами, с измененным голосом что-то рассказывает. Не знаю, что сказать. Знакомый устроился на работу в хорошую компанию за этим помощником, там, не знаю, что он делает. Системный администратор зарабатывает 75 тысяч рублей. За него очень рад, искренне. Конечно, надо напрягаться, чтобы зарабатывать. Сейчас Новый год, и думаешь, либо что-то поменять, либо еще что-то как-то по-другому взвешиваешь, когда у тебя нет времени, там, денег. Хочется, конечно, что-то понять, что как делать. Ладно. Что сказать. 4 градуса, сегодня была метель, наконец-то зима прорывается потихоньку к нам. Да все, наверное, ничего. Сегодня пока нечего сказать. День как день. Понял, что надо больше времени проводить с женой, больше ей уделять внимание, больше целоваться, потому что приходишь вставший, вырубаешься. Вчера стоял в какой-то жуткой пробке на Ленинградке. Ехал с моста, ехал час. Кто знает, мост через Москву-реку. Целый час. Что-то вообще какой-то адский ад там. Когда сделают съезд или метро, мне кажется, это поможет. Хотя, сколько ни делай, наверное, все равно будут пробки. Хотя сейчас вот читал новости, что автомобили производства снижаются в России, какие-то большие бренды уходят. Ну, понятно, прижимают их. Всякие санкции, фиганции. И что машин станут все меньше, останется, как он, в лакшери-сегмент. Уже в Москве парковка, 380 рублей в час. Вот. мне кажется, машин станет меньше, либо им станет дорого владеть. И придется людям пересаживаться на общественный транспорт, на метро, потом тоже сдвиньте цены, будем все ходить пешком. Вот. А пробок станет меньше. Хотя, если бы были комфортные автобусы, и там, люди из ближнего зарубежья не носились бы как оголтелые, просто непонятно, куда он спешит. У него же там, не знаю, не за количество людей он получает зарплату. Ну, едешь ты, едешь спокойно. Вот. Непонятно, вот эти носятся крэзи люди, если бы они крэзи не носились. Есть выделенные полоса, хорошо ты по ней едешь. Вообще шикарненько все добираешься. Очень радует. Вот приятно. Едешь сейчас по Ленинградке, ровная дорога, что тоже радует. Были ямы, прошлой, по-моему, зимой, что ли, переложили весь асфальт. Надеюсь, всю эту зиму не будут перекладывать. Либо по весне он там потечет. Может быть, опять переложат. Думаю, как назвать канал. Может быть, Alone in the Dark. Один в темноте. Минута молчания. Блин, сложно ориентироваться так. Вроде в пробке нормально, что-то говорится. А тут ты едешь 80 км в час, и конечно, приходится смотреть на дорогу. Даже неудобно тянуться, выключить камеру, так что, извините, придется меня потерпеть. Ну, либо сами ставьте на паузу. Хотя, нам бывает тоже странно. Человек, например, смотрит фильм, думает, что за хрень, и не уходит из кинотеатра. Или даже дома не может поставить на паузу. Вроде уже половину посмотрел, как же я не досмотрю. Тоже странно, но если какая-то хрень, ну, не надо просто досматривать все. Ну, либо если 75% посмотрел, он поздно вспомнил. Сейчас уже стараешься выбирать как-то фильмы, какие смотреть, потому что раньше думал, нечего смотреть, потом какие-то фильмы. отобрал, накачал. У меня папка на год, наверное, вперед фильмы смотреть. Там 300 гигов фильмов, 300 гигов сериалов. Ну, Господи, когда это все смотреть? А иногда думаешь, это всякие таймкиллеры, лучше я просто все это удалю и все. Кстати, плюс темного освещения, знаете, в чем я подумал? Если ты ночью что-то смотришь, то тебе не так ярко светит, там яркий фон, глаза, если у тебя там кто-то спит, на него этот свет идет. Вот так хорошо, в темноте включил, темный силуэт, а сидишь, глаза не напрягаются, у меня глаза не напрягаются, спящие люди, кто там рядом с монитором спит, тоже не напрягаются, win-win, все в плюсе. Вон, поеду, завтра посмотрю, что там, как расскажу. Ну и все, приехали, стоим. Все, наверное, ребята, не знаю, что сказать, 7 минут прошло, офигеть. Завтра буду отпрашиваться. Skoda Rapid спонсор световых эффектов сегодня. Не люблю Skoda, уебская машина. Интересно, есть вообще какие-то автоненавистники, то есть люди, которым вообще прям не нравятся какие-то конкретно машины, они терпеть не могут. Ну, кроме Nissan Juke, его никто не любит. Хотя у меня было руководителем в одной компании, когда еще работал давно, или точнее, ходил на работу. Ну, в общем, он, парень, купил себе Nissan Juke белый. И он потерял уважение в глазах. Хотя, парень, нормальный, адекватный, блин, можно было чему-то поучиться. Ну, как можно купить Nissan Juke? Ну, вот как можно купить Nissan Juke? Если ты только, конечно, не совсем, блин, дебил, извини меня. Ладно, не будем о плохом. Мне вот интересно реально, как люди покупают машины. Что-то мне вот эта тема подумал. Как люди покупают машины? Вот Nissan Juke, он же никому не нравится. Все его тролли. Ты едешь и смотришь так. Прям люди, едешь в машине, и те люди на тебя оборачиваются и делают так. Фу, говно. Как люди покупают? Что они там делают? Что, типа, у них коробка передач сделана, типа, этот. Господи. Что это за херня? Что у них коробка передач сделана, типа, бак мотоциклетный и с помощью этой штуки они продают и что это недорогой какой-то джипчик там высокий. Ну, он уебский. Ну, купи ты себе NIVU хотя бы. Зачем не знаю, брать это фильм. Каптюр, как он, Дастер, ну, Nissan Juke. Кстати, интересная штука, в России Nissan Qashqai продает, ну, все знают, синоним какашка, да? И маркетологи провели исследование, что если бы Nissan Qashqai назывался как-то по-другому в России, он бы на 30% лучше продавался. Поэтому, как вы яхту назовете, так она и поплывет. Да. Ну, все, поэтому называйте свою машину, называйте их именами. Я знаю, кто-то там Nissan Tiana называет Татьяна, Mazda Трешка называет Матрешка. Интересно, кто как вообще свою машину называет? Мой зверь или Мустанг, я не знаю, детка или еще как-то. Гладит ли руль, там, некоторые прям бывают фанаты. Ну, ну, что, всем, наверное, хорошего вечера. Не знаю, что уже сказать, не буду просто тянуть резину. Всем хорошего вечера, да не приснится вам Nissan Juke.